Что сделалось с Петром? Пастор Шаллер Господи, мы собрались во имя Твое. Твой Дух питает нас. Мы не теряем нашего времени. Мы принимаем насаждаемое Слово. Которое способно изменить, оживотворить, исцелить, обновить наши умы, ободрить нас, утешить нас. Мы искупляем время, применяем себя в важных вещах. Мы обновлены, мы спасены, мы духовно возрождены. У нас есть способность воспринимать тебя, поклоняться тебе, как волхвы, которые искали тебя, нашли тебя, поклонились тебе и дали тебе дары. Они поклонились и дали тебе дары. Благослови этот сезон, грядущий Новый Год и работу Духа Святого в каждом сердце. Чтобы у нас было возрождение в молитве, возрождение в посвящении, возрождение в нашем видении, в новом энтузиазме нашей жизни. Обнови нашу энергичность, дай нам крылья, как у орла, спасая ты, спасаешь. Ты действительно освобождаешь, ты действительно избавляешь. Благодарим тебя, Господи, за то, что ты пришел в этот мир. Это сверхъестественно, и влияние этого также сверхъестественное. Благодарим тебя, Господи, благослови эти несколько минут вместе наше изучение, применение в сердце того, что мы услышим. Во имя Христа. Аминь. Перед тем, как мы начнем нашу проповедь, несколько карточек в кафе. Фейт Джонс. Вот она сидит здесь. Она возвратилась из колледжа. Ее сестры стояли сегодня на сцене. Вы видели их? Исфирь, Розалин, а это Фейт, самая великая из трех. Мы любим вас. Спасибо. Она удивительная. Приветствуем Дэр, Синтию, также Джефф Херрингтон, пастор Джефф. Сирпа Эрнинсон. Сирпа? Джеймс Карпер, величайший из семьи Карперов. И также Кристал из Черри Хилл. Кристал, правда? Из Кемдена Черрио? Да. Спасибо, Сирпа. Превосходно. Пастор Джефф, мы любим вас. Кажется, что внутри находится Чек. О, благослови вас Господь. Во вступлении к нашей проповеди, обратите внимание на карту на экране. Это Норвегия. Я надеюсь, вам видно немного тускло. Севера касается России. Критки. Убийび Вы видите здесь? Прикасается к России, начинается здесь. В 1790, в 1814, это было особенное время в истории. Я немного читал о Божьей работе в Европе в различные времена и о том, что Бог делал. Я хочу рассказать вам простую историю о норвежском ферме. Его звали Хьюг. Я не знаю, как произнести его имя, вот оно. Он был неграмотным человеком. Тогда в Европе не было железных дорог. Люди ездили на повозках, запряженных валами, на розвольнях, на лошадях, а также пешком. Этот фермер был далек от Бога. Церковь была лютеранской, и по правилам в ней нельзя было проповедовать без присутствия официального лютеранского священника. Если так делалось, то этого человека могли отправить в тюрьму. Этот фермер был рожден свыше, и это важный момент. Он был спасен по Божьей благодати, дух действовал в нем, и он был ведом Богом изучать Библию, цитировать Библию, запоминать Библию и проповедовать Библию. Он делал это. Его сердце пламенело этим, и из-за этого он попал в трудности. Он шел от деревни к деревне и проповедовал. Люди тянулись к нему, потому что такое происходит, когда вы исполнены Духом Святым, когда Бог помазал вас в вашей жизни, и у вас есть Слово. Я расскажу вам еще кое-что о нем. В Швеции произошло нечто похожее. Это библейский путь в Швеции. Окружная дорога, западное побережье, которое простирается вниз на юг. Отсюда родом наша Ула. Скажите, аминь, аминь. Ее отец и мама верили в Библию. Они были верующими в Библию в Швеции. И вот там был священник, сердце которого пламенело Богом. Его звали Шартау. Шартау. Приходили крестьяне и слушали его проповеди. Некоторые из крестьян проходили по пятьдесят миль. Их называли босиками, потому что их обувь изнашивалась из-за дальнего пути. Они проходили такое расстояние, чтобы услышать проповедь от человека, в котором действовал Дух Господень. В то же самое время церкви были пустыми и мертвыми, потому что в Европе это было время просвещения, неверия, атеизм, Вольтера, просвещения. Этот принцип не менялся в течение всей истории. Есть работа мира и послание мира, которое не приносит удовлетворения. И есть также Дух Бога, который действует и обращается к людям, изменяет вещи. Тот норвежец ездил из Тромза. Это находится вот здесь. У нас была там команда летней жатвы. Я не уверен, сделали ли мы это. Мы планировали сделать это из Финляндии. Мы ездили в Берген. У нас там была команда одним летом. Пастор Крама ездил туда. И мы проповедовали и служили в Норвегии летом 1979 года. И вот этот фермер, представьте себе, ходил туда, ездил на телеге, проповедовал везде, куда бы он ни приходил, сталкивался с оппозицией и 14 раз оказывался в тюрьме. Было подсчитано, что он прошел около 35 тысяч километров. Дух действовал в нем. Каждый год он писал одну-две книги. Я верю, что норвежцы читали его книги. В то время жило 900 тысяч образованных норвежцев, и 100 тысяч из них прочитали одну или несколько его книг. Я думаю, что он написал 33 книги. Эта история волнует меня. Мне нравится размышлять об этом, и я хочу поделиться короткой проповедью об этом из книги Деяний 12 главы. Но перед этим откроем Деяние 26 главу. Откройте со мной этот отрывок, и вместе прочитаем. Апостол Павел рассказывает историю о своем обращении. Иисус разговаривал с Павлом. Стих 14. И я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке, «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна». Я сказал, «Кто ты, Господи?» Он сказал, «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань, и встань на ноги твои, ибо Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем». Кто сделал его служителем? Иисус. Кто поставил того норвежского фермера проповедником? Говорят, что он вспахивал поле местной фермы вместе с фермером перед тем, как выступить с проповедью. Потому что он не гнался за их деньгами. Он не был ленивым, но он находился там, чтобы служить им. Сначала он вспахивал землю, затем он шел и проповедовал, и люди спасались и изменялись его служением. Это настолько сильно повлияло на всю страну. Один человек. Один призванный человек. Один человек, пламенеющий Богом. Один мужчина. Одна женщина. Это великолепная история. Я говорю это с целью вдохновить вас и наставить вас в размышлении. Потому что я верю, если Бог настолько возлюбил мир, что пришел как младенец, Он не остановился бы на этом. Когда Он пришел в Вифлеем, как смиренный служитель, Он не остановился там. Этот праздник не имеет конца. В этот праздник отмечают очевидное. Бог совершил нечто сверхъестественное. То же самое Он сделал в Норвегии с тем человеком, который, находясь в тюрьме, не останавливался. Иногда Он приходил в ветеранскую церковь, и после того, как священник завершал свое служение, Он проповедовал на улице. Он делал это из любви и заботы к людям. Потому что Он видел, как алкоголизм, как ненависть, как жажда мести, как прелюбодеяние, как беззаконие человеческого сердца удерживает его в рабстве. Стих 16. Я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что Я открою тебе. Многое можно было бы сказать об этом. Я не могу остановиться на этом. Я осознаю, что это насыщенная тема. Стих 17. «Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым Я посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу и веруя в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными». Это могущественно. Это то, что мы делаем. Это происходит. Люди обращаются от сатаны к Богу. Все культурные ловушки, которые есть в нашей стране, например, Голливуд, фильмах, всякие смартфоны, айфоны, айпеды, технологические коммуникации, сексуальная революция, прелюбодеяние, сатанизм, пристрастие к наркотикам и все остальное. Моя жена прочла мне статистику по Западной Виржинии. Там раздали 762 миллиона таблеток оксикодон. Это лекарство, отпускаемое по рецепту. Оно распространилось по штату Западной Виржинии среди 1,8 миллионов человек. То есть 462 таблетки каждому человеку в Западной Виржинии. Как вы думаете, они нуждаются в какой-то силе, которая обратит их от сатаны к Богу, от тьмы к свету, от их собственной жизни к жизни Христа, от их собственного пути и к Божьему пути? Как вы думаете, Бог положит свою руку на своих людей и отправит нас, чтобы у нас было служение, и чтобы это служение было ничем иным, как абсолютно изменяющим жизнь человека? Я верю, что это происходило на протяжении всей истории. Если бы вы посетили Норвегию в те времена, вы бы сказали, такого не произойдет. Люди живут далеко, они живут на фермах. Я помню, в северной части Финляндии был один сторонник учения возрождения, лютеранский священник Листардиус, и к нему приходили убийцы. Вокруг его церкви была дорожка, по которой он ходил и молился каждый день. Он молился за возрождение, за действие Духа в этой местности, за то, чтобы люди приходили в церковь и слушали о Христе. И в этом было нечто удивительное, магнетизм. Дух Господень привлекал людей. Если слоны смогли найти ковчег Ноя, то люди могут найти нашу церковь. Если обезьяна могла зайти в ковчег, тогда и некто, живущий в Руздейле, может прийти сюда. Правда? Или же студенты университета? Да кто угодно может прийти. Это действительно так. Это то, что я хотел сказать сегодня. Я верю в это. Я верю, что это покрыто молитвой. Вернемся к нашей истории в Деянии в 12 главе. Другими словами, рождение этого младенца является свидетельством того, о чем мы говорим. О событиях в Норвегии, в Швеции. Есть истории возрождения, пробуждения в Венгрии, в Германии, во Франции. Работа возрождения в штатах Кентукки и Теннесси. Первопроходцы отправлялись туда. Жители этих штатов были пьяницами, беспечными, неорганизованными людьми, иногда чуть выше уровня варваров. Они бросали своих жен и детей и совершенно не беспокоились об этом. Но затем появился проповедник методист. Пиетизм 18 века. Дух Божий действовал в сердцах и умах женщин и мужчин. То же самое в 21 веке. Меня совершенно не беспокоит, что там происходит. Я знаю, что они голодны. Я знаю, что они жаждут. Я знаю, что они стерли свою обувь до дыр, чтобы прийти и услышать проповедь, в которой есть содержание. И уходя, они говорили бы по благодати Божьей. Я желаю того, о чем он проповедует. Я желаю Христа в моей жизни. Если Христос пришел в Вифлеем, тогда он может прийти ко мне. Если Христос мог взять алкоголика и преобразить его, дать ему новую радость, новую надежду, новый ответ. Если Джеймс Брайсон, находясь в тюрьме, однажды проснулся и сказал, Боже, я взываю к Тебе, и Бог с небес услышал и ответил на зов узника, отправил его сюда и сделал из него ученика. И вот он, миссионер, который путешествует повсюду по путям дорогам жизни. Взгляните теперь на историю. Книга Деяний, 12 глава, один стих. Я хочу немного прочесть историю, но перед тем, как мы начнем, я хочу, чтобы вы обратили внимание на стих 18. По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Что было с Петром? Петр находился в тюрьме. Его стерегли 16 воинов. 16 воинов. В тексте говорится четыре четверицы. Это означает, что четыре команды по четыре человека. С ним было четыре такие команды, то есть 16 солдат. Он был скован цепями, двери заперты, он в тюрьме, и вот он исчезает. Солдаты спрашивают, куда он исчез? Это стих 12. Возвратимся к 18 стиху. По наступлению дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с нашим норвежским фермером. Куда он ушел? Куда ушел этот норвежский фермер? Он же никто. Но нет. Он ушел. Куда он ушел? Он последовал за Богом. Бог с ним. Бог избавил его из тюрьмы. Бог избавил его от алкоголя, от оксикодона и от других различных окси, к которым появляется привязанность. Куда он исчез? Он ушел. Он оставил пивной зал. Куда он пропал? Он ушел. Я не знаю. Он оставил все, ушел. Что с ним произошло? Сила Христа. То же самое, что происходило в Вифлееме, что произошло в то рождественское утро, что произошло с явлением всемогущего Бога, который пришел сюда и сказал, я вас так сильно люблю, я стану одним из вас. Есть замечательная история о пасторе в Европе. Я думаю, что он был норвежцем. Он поехал на острова в Полинезии, в колонию прокаженных. Он изливал всю свою жизнь там. Он работал с прокаженными, не болел, служил им, проводил служения, проповедовал Христа. Затем однажды он сказал собрание. Мы, прокаженные, он говорил о том, что теперь болезнь была и у него. Я также прокаженный. Я заразился этой болезнью. Мы прокаженные. Это похоже на Иисуса. Он стал грехом. Он стал таким, как мы, чтобы люди в Норвегии увидели, как сияет свет, и чтобы кто-то в тюрьме, схваченный, закованный, о ком дьявол говорит, теперь он наш. Затем вдруг он говорит, куда он ушел? Дьявол говорит, мы окружили его женщинами, окружили его ложью, скептицизмом, страхом, неверием. Он был скован цепями. Все закреплено было и надежно. Куда же он ушел? Знаете что? Бог избавил его. Бог изменил его жизнь. Бог вырвал его. Он избавил его, спас его. Я ободрен сегодня. Я размышляю о молитве. Я думаю о духе в 2017 году. Я размышляю о чем мы говорим, что мы представляем. Я думаю о радикальном отношении, чтобы сказать нет, нет, я не принимаю этого. Но Петр говорит, да, но я весь в цепях, я не могу выбраться отсюда. Нет никакого выхода. Нет, я не принимаю это. Я верю, что у нас есть сила обращать людей от сатаны к Богу. Сатана скажет нет, у вас нет такой силы. Мы отвечаем. Вифлеем говорит, что у нас есть такая сила. Воскресение говорит, что у нас есть такая сила. Вознесение Иисуса говорит, что у нас есть такая сила. Дух приходящий к нам говорит, что у нас есть такая сила. Библия говорит, что у нас есть такая сила. Церковь говорит, что у нас есть такая сила. Об о сельском хозяйстве, о различных темах, о здоровье, о пище, о других вещах того времени, о чем люди говорят и делают. Что вы можете мне сказать? Я могу это найти и на рынке. Что вы можете мне сказать? Я могу это найти в университете или в школе. Что вы можете мне сказать? У вас есть настоящая проповедь? Мы отвечаем, да. У нас есть. Давайте прочитаем текст 12 глава, 1 стих. В то время царь Ирод, и там вы можете вставить вместо Ирода Сатану, поднял руки на некоторых из принадлежавших церкви. Сатанай хочет захватить нас. Так и есть. Он действительно силен. Он может принести много вреда и боли, но это не может произойти до определенного времени. Я не боюсь терроризма, потому что это не может произойти со мной, пока не наступит время для меня. У Бога есть время для меня, каким бы оно ни было. С этим все в порядке. Он ведет нас к смерти. Псалом 47, 15 стих. Разве это не так? Чего вы боитесь? Мы не боимся ничего. Мы боимся Бога. Мы боимся упустить наш призыв. Мы боимся потерять основную суть жизни. Мы боимся быть постыженными на суде Бема. Мы боимся не попасть в цель. Нет. Нас не заботят другие вещи. Стих 2. «И убил Иакова, брата Иоаннова, мечом». Не бойтесь, что он убьет вас. Он не может сделать этого. Помните этих людей. После того, как они убивают, они пытаются размельчить людей. Они пытаются сделать еще больше. Пытайтесь сделать все, что можете. Вы не можете сделать больше. Вы можете убить только мое тело, разрушить мое тело, но вы не можете бросить мою душу в ад, и вы не можете полностью разрушить мое тело. Филиппийцам 3.20. Нас ожидает славное воскресение по действию той же силы, которая воскресила Христа из смерти. Эта же сила воскресит и наши тела. И мы будем такими же, как он. Стих 3. «Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра». Вы видели картину духовной битвы в прошлом году. Вы обратили внимание на духовную войну в нашей стране. Вы наблюдали духовную битву в вашей жизни. Вы видите духовную битву, и как некоторым людям хотелось бы получить удовольствие от потери нашего положения или уничтожения. Стих 3. «Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни опресноков. Когда он понял это, он заточил его в тюрьму. Именно это делает дьявол с людьми в Западной Вирджинии. Он заключает их в тюрьму. Мне бы хотелось поехать туда. Это было бы весело, пойти по улицам, встретиться с пасторами и ободрить их, и сказать им, пожалуйста, проповедуйте Слово Благодати. Пожалуйста, наполняйте сердца и умы молодых людей Христом. Христос избавит их, Христос изменит их. Они избавятся от наркотиков через минуту, если Бог пожелает этого, так же, как Он сделал в этой истории. Стих 4. «Задержав его, посадил в темницу и приказал 16 человекам, хорошим солдатам, стеречь его». Дьявол приставляет к вам друзей. Помните, как мы говорили, «Эрик, положи трубку». Мы говорили в нашей церкви, что это очень важно. «Эрик, положи трубку». Я сказал ему, «положи трубку». Помните? С некоторых пор я его не видел. Я думаю, что он начал отвечать на звонки. 16 солдат вокруг этого парня, «Чтобы не упустить этого наркомана». Удостоверьтесь, что все сделано, чтобы не упустить этого парня, который проводит время в баре. Удостоверьтесь, что все сделано, чтобы не упустить этого блудника на кемпусе колледжа. Удостоверьтесь, что все сделано, чтобы не упустить того парня с пристрастием к тому, к чему он прикован. Это похоже на нас. Мы это понимаем. Ирод собирался убить Петра после Пасхи, намереваясь после Пасхи вывести его к народу, и так Петра стерегли в темнице. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Несколько слов о молитве. Очень легко пренебречь этим. Я не знаю, что происходит с нашими умами, но в нашей природе. Нуждаюсь ли я в этом? Я знаю, что я нуждаюсь в этом. Не пренебрегаю ли я этим? Можете ли вы выйти из привычки? Можете ли вы выйти из рутины привычки? Можете ли вы выйти из энтузиазма молиться? Можете ли вы потерять молитву в личном общении? Дух действует в вас. Дух действует. Я думаю, что если мы поразмышляем об ушедшем Годзе и событиях Года, мы можем сказать, что это произошло, потому что церковь молилась. Молившиеся не знали о происходившем. Когда Петр был освобожден, они не могли поверить этому. Молитва – это нечто. Я не знаю, как объяснить это, но она пренебрегаема во множестве. Так бывает. Но давайте освежим наше отношение к ней. Не беспокойтесь. Просто скажите, хорошо. Я знаю об этом. Я знаю, что это. Я хочу ожидать от Бога, полагаться на Бога, побуждать себя и верить, что молитва чрезвычайно действована. В случае с Петром, никакой возможности освободить. В случае с норвежцами, они никоим образом не смогут изменить свои пути. Никоим образом те парни в Кентукки и Тенасии в начале 19 века не смогут выбраться из пристрастий к алкоголю, измениться. Но вот что произошло. Пришли проповедники, и они пробудились. Они освободились. У них прошли собрания в палаточных лагерях. Они устроили их перед сбором урожая в определенное время в их аграрном календаре. Не знаю, как в точности это происходило. Они собирались вместе на палаточное собрание. Они делали это у побережья океана, здесь, в Мэриленде, недалеко от Беттани-Бич до самого Кейп-Кода. Летние палаточные собрания – это были методисты. Они оказали большое влияние. Произошло духовное возрождение. Лютеране в Миннесоте и в окрестностях, баптисты на юге. У нас есть эти удивительные истории. Какие это истории? Петр, куда он исчез? Куда он пропал? Тот наркоман был в моих дисках. Куда он исчез? Дьявол, ты не сможешь найти его. Он ушел. Служение сделало это. Христос сделал это через служение. Я даю тебе власть, Павел, обратить людей от сатаны к Богу, от темноты к свету. Я обратил их. Мы спрашиваем, Иисус, это правда? Он отвечает, конечно же. Для этого я стал младенцем, я отождествился, я стал прокаженным, я стал грешником. Я умер на кресте, чтобы вы могли стать свободными. Мне нужно, чтобы вы проповедовали, делились, советовали, открывали уста, проводили молитвенные собрания, полагались на Бога, имели слово мудрости. Мне нужно, чтобы у вас было поместное собрание, мне нужно, чтобы вы собирались тем больше, чем больше усматриваете приближение того дня, потому что я еще не закончил. Я в деле спасения душ. Я еще не закончил. Я слышал, как сотни сирийцев в Германии приходят к Христу. Мы слышим о терроризме, но мы также слышим, как дьявол спрашивает, куда он пропал? Куда ушел? Я упустил еще одного. Он был у меня в цепях. Я окружил его людьми. Я затворил двери тюрьмы. Я поставил самого Ирода ответственным за заточение Петра. Куда он делся? Я не могу найти его. Такое произошло с вами и со мною в различные времена. Я помню, как проводил время с группой ребят на кампусе колледжа, а затем я исчез. Все начали спрашивать, куда он делся? Куда он ушел? И у этого было две стороны. Куда он ушел? Мы хотим добраться до него. А вторая сторона – пусть он уходит. Он нам не нужен. Избавьте нас от него. Он может быть опасен. Мы больше не хотим с ним разговаривать. Мы больше не хотим слышать о его Боге, о его безумном обращении или спасении. Пусть уходит. Пусть уходит. Он нам не нужен. Но нам не следует упускать еще кого-либо. Таково слово. Мы решили, что получим больше. Мы решили это в наших сердцах. Мы получим больше. Мы хотим помолиться за это. Посмотрите на то, что они сделали. Между тем, церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованные двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. Это была армия. Двое воинов были прикованы цепями к нему, скованы накрепко. Два торговца наркотиками, две женщины с ним. Свяжите его покрепче. Помните Августина, одного из отцов церкви? Когда он был молодым человеком, он увлекался женщинами. У него была такая привычка. Затем он спасся и отвернулся от этого. Однажды он увидел одну из женщин на рынке и убежал в другую сторону. Он захотел держаться подальше от нее и от других женщин, насколько это было возможно. Глубоко в его сердце он был освобожден, изменен. Тем не менее, однажды он был прикован к этому. Вы были когда-нибудь прикованы к своему греху? Вы были прикованы к тому, чего не могли изменить, не могли стряхнуть? Есть хорошая новость для вас. Иисус пришел для вас. Он действительно пришел. Все закончено. Все закончено. Аллилуйя. Все закончено. Аллилуйя. Мы свободны. Все закончено. Аллилуйя. Я ухожу. Куда он ушел? Куда он ушел? Его невозможно найти. Он ушел. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, я думаю, что он хорошенько толкнул его, потому что Петр спал. Встань скорее. И цепи упали с рук его. Я думаю, иногда люди, сидящие в этом собрании, нуждаются в хорошем толчке в бок. Пусть ангелы Божьи толкнут вас и пробудят вас, и вы осознаете, что то, что было сказано, является важным, могущественным, ценным, изменяющим жизнь. Созидайте свою жизнь на том, что говорит Бог. Проснись, проснись, спящий, воскресни из мертвых. Христос даст тебе жизнь. Петр спит, а вокруг него происходят события. Ну что, что такое? Затем, когда он выходит из ворот, он говорит, я не знаю даже, сон это или реальность. Хорошая фраза. Давайте прочитаем. Стих 9. Петр вышел и следовал за Ним, не зная, что делаемое ангелом, было действительно, а думая, что видит видение. Он не знал. Стих 11. Тогда Петр, придя в себя, сказал, теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего. Но до этого он не знал. Такое происходило и со мною. Я был в духе, был в собрании. Я был на конференции в Европе. Возвращаюсь домой и говорю, вот это да. И спрашиваю, а что же было реальностью? Еврокон или вот это? Что реально? Церковь в Балтиморе? Общение в Балтиморе? Или вот эта тяжелая, монотонная работа, в которой я живу. Что истина? Ответ – и то, и другое. У вас есть две природы. С вами происходит и то, и другое. Но вот слово для вас. Не живите свою жизнь без Библии. Не живите в своей жизни без толчка ангела и его злоб. Происходит нечто хорошее. Проснись и обоняй розы. Не живи без молитвенного собрания, на котором говорится Аллилуйя, Бог в молитве. Бог отвечает нам. Бог всемогущий, Бог. Мы будем действовать энергично. Давайте жить без уныния. Ничего не изменится. Все по-старому. Это все уже было. Нет. Обновление ума, видение и любовь. Хорошо. На этом все. Какая радость. Куда он делся? Куда он пропал? Скажите это вашему соседу. Театрально, весело. Куда он ушел? Исполните это драматически. Куда он ушел? Куда он пропал? Я не могу найти его. Куда он ушел? Это же невозможно, чтобы он ушел. Это невозможно, чтобы он выбрался отсюда. Нет. Просто спросите в Норвегии, что происходило. Когда люди обращались к Христу, спросите в Швеции, спросите в Финляндии, спросите в Кентукки и также, кстати, прямо здесь, в нашем родном Балтиморе. Господи, пошли нас сюда, чтобы совершать работу. Пусть сто ребят уйдут с улицы. Больше никаких наркотиков. Сто мужчин в библейском колледже. Больше никаких глупостей. У меня происходит нечто. Я внимателен к этому. Я воспринял видение. Мы пошлем вас на Гаити, в Африку, в Норвегию, снова в Европу, где они нуждаются в мужчинах и женщинах Божьих. Пошлем по путям дорогам в регионы Среднего Запада, в регион Миссисипи, в Средний Запад Соединенных Штатов, в Чикаго, в Сент-Луис, в Миссури, в долину реки Огайо, в Солт-Лейк-Сити и даже до Калифорнии. Послушайте. Божье слово. И если оно у них есть, давайте пойдем туда, где об этом еще не слышали. Давайте нести это от всего нашего сердца, потому что мы обрели силу от Христа. Аминь. Помолитесь со мною, пожалуйста. Господи, мы верим, что дьявол изумлен тем, куда мы делись. Даже некоторые друзья прошлого все еще блуждают по тем же самым барам, по тем же дорогам, по тем же стоянкам, местам, и удивляются, куда они ушли. Наверное, он стал религиозным человеком, не зная, что с ним произошло. А мы проводим добрые старые времена. Прошло уже более 40 лет, и это не прекращается, потому что Бог дал нам Сына. Слава Богу! Он позаботится о нас в этой жизни. Хорошо, давайте помолимся. Если вы здесь сегодня, и у вас нет Иисуса, это то, что вам нужно сделать. Смелее. Не позволяйте страху остановить вас. Не позволяйте своей вине, беспокойством, или вашему прошлому, или любым цепям на вашей лодыжке, или запястье, или кому-либо вокруг вас закрыть двери. Ангел сказал Петру, вставай, следуй за Мною, ты свободен. Это было так удивительно, что Петр не знал, было ли это во сне или наяву. Это было наяву. То же самое для вас сегодня. С вашими грехами покончено, и это не мечта, это реальность. Ваши грехи омыты кровью Христа. Ваше имя записано в книге. Помните, Понтий Пилат приказал написать на кресте над головой Христа, на латинском, греческом и на иврите, царь иудейский. Ему сказали, убери это, он не царь иудей. Пилат сказал, что написал, то написал. Послушайте, когда Бог записывает ваше имя в книге жизни, это записано. То, что Бог записал, то написано. Это намного больше, чем то, что сказал Пилат. Это написано навечно. Ваше имя, ваше имя. Придите к Нему по вере. Поверьте в Него. Иисус, я верю в Тебя. Поднимите руку, если вы молитесь этой молитвой. Помощники дадут вам буклет. Мы можем поговорить с вами позже. Мы хотим ободрить вас. Вы можете сделать это сами, никому не говоря об этом, но поделиться намного лучше. Потому что, если вы поверите в Него в своем сердце, исповедуете вашими устами Господа Иисуса, вы спасетесь, намного лучше делиться вашей верой. На самом деле, вы должны сказать, я верю в Господа Иисуса. Скажите прямо сейчас, я верю в Господа Иисуса. Скажите прямо сейчас, я верю в Господа Иисуса. Просто сделайте это сейчас во имя Иисуса, и вы спасетесь по Божьей благодати. Возрастайте в этом, ходите в этом, наслаждайтесь им. Он любит вас. Он ответ для вашей жизни. Во имя Его. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok